В университетской клинике Казанского федерального университета началось применение тест-систем, предназначенных для выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу. Это анализ антителам к вирусу COVID, который сегодня везде идет. Эти антитела появляются в крови в острой стадии инфекционного процесса, если человек болеет. Максимально их количество нарабатывается к 14 дню после перенесенной инфекции. И эти антитела свидетельствуют, что человек выздоравливает или переболел, или имеет иммунитет к этому коронавирусу. И возможность повторного заражения значительно меньше или практически отсутствует. В данных тест-системах используется метод иммуноферментного анализа, который позволяет выявить вещества белковой природы, в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей. Данный анализ берут у лиц с симптомами респираторного заболевания с подозрением на инфекцию COVID-19. Также тест-система применяет у лиц, не имеющих признаков ОРВИ, находящихся в очагах инфекции или в условиях распространения инфекции. Первое, это для того, чтобы человек переболел или нет, это для общей популяции. А если мы говорим с точки зрения антител для лечения, то этот тест определяет количество их, и тогда, если количество этих антител большое, эта кровь, эта плазма человека может служить лекарством для другого больного человека. Для проведения анализа у человека берут кровь из вены. При этом следует придерживаться общих правил сдачи анализов, которые повысят эффективность исследований и сведут к минимуму вероятность получения ложных результатов. Человек должен прийти обязательно натощак. За 2-3 часа он не должен кушать ничего. Можно пить только чистую или негазированную воду. Желательно не курить 30 минут до исследования. Анализы могут сдать все желающие с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра по адресу Вишневского 2А. Подробности можно уточнить по телефону, указанному на экране. Эльвира Зорина, Универньюс.